Любая личность всегда появляется в связи с какими-то новыми историческими задачами, которые возникают перед обществом, перед людьми. И эти задачи нуждаются в своем решении. И Мухаммед, пророк Мухаммед, как личность, появился в связи с какими-то задачами, которые стояли перед человечеством. Ведь даже Маркс и Энгельс, которые были противниками любой религии, считают, что возникновение ислама является революцией, а Мухаммед революционером. То есть он производил огромные изменения в жизни общества. И он опирался на учения Корана. Никаких других историков у него не было. А в Коране было сказано, мы послали вам пророков из вашей среды, то есть не ангела, а человека, чтобы он был похож на вас и мог разделять ваши заботы по-человечески. Поэтому по образу мыслей, конечно, он был пророком. Но по образу жизни он остался, был, значит, человеком. И разделяя все невзгоды, все, как сказать, участие людей. Я тут могу привести хадис, который гласит, что однажды Абу Харира пришел к пророку и застал его молящимся сидя. Когда он, значит, дочитал, домолился, Абу Харира спрашивает, о, пророк, вы больны? Он говорит, нет, это от голода. Представьте, пророк от голода не мог встать с места. Это о чем говорит? Говорит о том, что он голодал вместе с другими членами общины, рода и племени. То есть он ничем не выделялся его жизнью от жизни прочих членов общины и рода. Кроме того, ему было, если выразить современным языком, был чущий принцип вождизма. То есть он не хотел, чтобы его провожали и встречали помпезно, как встречали и провожали падишахов, султанов и других, как сказать, глав государства. Он не любил. Он, когда сахаби вставали перед ним, он чувствовал какой-то душевный дискомфорт и просил, пожалуйста, не вставайте, это обичай аджамов. То есть аджамы встают, чтобы встречать своего падишаха, своего эмира и так далее. Мне это не нужно, пожалуйста, не вставайте. То есть он и в этом перечил принцип вождизма и не хотел быть похож на глав государства аджама или же Ирана и так далее. Его взаимоотношения с членами всех медицинских родов и племеней исходили из той миссии, которая была возложена на него Богом и сказано в аяте. В аяте сказано, я буду по милосердию унущенному тебе Аллахом, «Ты, Мухаммад, прости им, если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их, сам проси для них прощения у Аллаха и советуйся с ними о делах». Видите, аят гласит, что в силу твоего милосердия они держались у тебя. Если бы ты был жестокосердным, если бы ты был деспотом, люди бы отошли от вас и не пошли бы за вами. И вот здесь заят им. Синон, один из сахапов, рассказывает, что я взял взаймы, вернее, пророк взял взаймы, и когда я раньше срока пришел к нему и просил, чтобы вернули, это, как сказать, мною взаймы. И добавил, что вы отпрыски Абуматалиба не так торопливы с возвращением ваших займов. И тут Омар вскипел и сказал, «О, если бы у нас не было договора между евреями и мусульманами, я бы вам показал». Он говорит, что пророк посмотрел на меня, улыбнулся, и потом поворачиваясь к Абумару, сказал, «Верните ему то, что положено ему, долг верните, и так как вы напугали его, добавьте 10 са». То есть отстрафовал пророк Омара за то, что он, значит, грубо обращается с этим человеком. То есть он не любил, когда в чем-то люди поступили несправедливо. Ведь еврей пришел, чтобы взять свое, как всегда, то, что положено ему, а здесь Омар вскипел и сказал, что я бы вам показал, если у нас не было договора. Пророк повернулся к нему, улыбаясь, потом, значит, говорит Омару, «Верните ему то, что ему положено, и 10 са добавьте, потому что вы напугали этого человека». Вот, значит, все это говорит о том, что пророк был весьма и весьма демократичным человеком, и пророком, и человеком, и он опирался полностью, целиком на Корана. Никаких других у него историков не было. Можно, конечно, интерпретировать, что жизнь общества, история, пятый, десятый, политика, но в основном он исходил из учения Корана. И его, как говорят, он руководится этим единственным историком Кораном является. Он не допустил никаких дискриминаций религиозных, национальных, по цвету кожи и так далее. Вот здесь есть такой хадис. Известный абузар как-то, шутя, обратился к Белару и сказал, «О, вы, сын чернокожей женщины!» Пророк упрыгнул его и сказал, «У тебя, у тебя еще сохранились пережитки прошлого». То есть вы обращаетесь к Белару по цвету кожи, чтобы этого больше не было. Люди все являются равными перед Богом, независимо от цвета кожи, от расы принадлежности и так далее. Это тоже говорит о том, что пророк был весьма и весьма демократичным человеком. Я не буду говорить пророком, человеком. И во всем он разделяет человеческие чувства, человеческие, как сказать, эмоции. Источником демократического учения ислама является, конечно, известная вам, всем известная медицинская декларация. В этой декларации все племени, рода, евреи, мусульмане, язычники и другие, как сказать, племена были объявлены, значит, единым народом. И на них возлагалась защита жизни и имущества каждого. Каждый из них был обязан защитить интересы другого. И все они вместе с ними защитили свои интересы. Притом евреи остались, значит, остались в своей религии, в пределах своей религии. Христиане в пределах своей религии, мусульмане в пределах своей религии. То есть каждый из них имел право исповедовать ту религию, которую захочет. И здесь они, кроме того, имели право заключить договор с племенами за предел Медини. Они имели право заключить договор с племенами за предел Медини. Тут есть еще много, вы знаете, не буду подробно излагать, что Медицинская декларация, она предвосхищала все последующие декларации о правах человека. Демократия ислама не ограничивается внутри самого ислама. Эта демократия распространяется и на других, как сказать, представителей других религий. Есть аят, который гласит То есть не уступайте судьбой писаний, христианами, евреями, католиками и других. Относитесь к ним с уважением. Скажите, верим в то, что не способен нам, Коран. И верим в то, что не способен вам, Библия, Тора, Евангелия и так далее. Наш Бог, ваш Бог единый. И все мы покорны этому единому Богу. Вот такая была демократия ислама. Так как у меня издана книга, называется «Едение пространства Гулина», довольно большая, 260 страниц, то можете там прочесть, если вы достанете. Спасибо. Ас-саламу алейкум, арахматуллах и баракату.